Эээ, подожди, 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 стой. Вон, а, кий! Ух, Замяк! Начальство приехало. Рыбу удочкой ловит, товарищ Маркин. Вы что, законов не знаете? Это же браконьерство. Порт, товарищ Матвейчик. Матвейчук. Ну да, Матвейчук. Я тебе. А что? Осторожнее с огнем. Уху варим. Маркин девочек уродил. Ничего, ничего, это не страшно. Поздравляю, товарищ Маркин. Спасибо, товарищ начальник. Не за что. Ну, хватит. Пижоны. Садитесь, подвезу. Ну, товарищ Маркин, с кем вас поздравить? С дочкой, Степан Сокрович. С дочкой? От меня передайте жене привет и поздравление. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. О, начальство едет. Извините, Александр Ильич, но я на участке задержался. И я планерки собираю не для парада, товарищ Матвейчук. Продолжайте, продолжайте. Вопросы есть? Есть. Как с коттеджами? Что с коттеджами? Коттедж. Ясно, вопрос снимаю. Так, еще вопрос. Ты уж следи тут за собой. Ладно. И кури поменьше. Ладно. Это вам не танцплощадка, а рабочее место там. Можно? Да, пожалуйста. Входите. Ой, простите. Входите. Понимаете, у меня к вам два щекотливых вопроса. Щекотливых? Для кого щекотливых? Сейчас. Сейчас. Ну, входите-ка, входите-ка. Входите, входите, входите. Здравствуйте, Фёдор Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. С легким паром. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что? Вот, Фёдор Сергеевич. Экзекуцию намного устроили прямо в бане. Вот этими вениками. Вот, вот. И при всем честном народе. Если в следующий раз пару не будет, так мы еще не то устроим. Понял. Вот, что-то угрожает. Слыхали? Вы знаете, как это называется? Как? Хулигарство называется. Я не... Так. Так, значит, выпороли. Ай-яй-яй. Ай-яй. Веником. Ай-яй-яй. Вот беда какая. Выпороли. Выпороли, товарищ секретарь. Уж извините, если что не так. Ну, уж и знаете ли. Если в следующую субботу пара не будет, приду и помогу вам. Хе-хе-хе-хе. Ну, не забудьте. Большое вам спасибо, Федор Сергеевич. Ну, а какой второй щекотливый вопрос? Ввели на очередь вам ордер на коттедж. Платонов распорядился. Только что закончили оборудование, можете переезжать. Ну, а что делать с Маркиным? Придумали? А? Пока еще ничего не получается. Как же быть? Я могу быть свободен? Нет. Вот, Эдуард Николаевич. Видите, уже один жилец для коттеджа определился. Я вас понял. Перепишите ордер на бригадира земснаряда Маркиным. Как Маркиным? А вы не волнуйтесь. Я сам договорюсь с Платоновым. А насчет пара давайте условимся, чтобы таких сцен не было ни в бане, ни в парткоме. Хе-хе-хе. Зачем, понимаешь, так едешь? Голова, два уха. Совсем очевиден. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Буланова. Звезда нашей стройки. Понимаешь? Каждый день такое безобразие. Точно понимаешь, на своем собственном зиле разъезжается. Ну, хватит, коль пойдем. Куда пойдем? Работать, коль, работать. Работать, работать. Работать. Увольник. Смешно. Грустно. Смех дело нужное. А это совсем не смешно. Ясно? Ясно. Александр Ильич. Ну, в чем дело? Чтобы меня попрекали, я, может, так сказать... Ну-ну. Вот вам заявление по собственному желанию. Что, жаловаться прибежал? Сегодня опять Большаков пришел в общежитие и при всем честном народе накричал на меня. Я ему говорю, что у меня нет штатов, а он опять заспоет. А потом, как закричит, болтуй. Все, Большаков? Да. Кричал? Да. А потом сказал, что я пустомель. Да-да-да. Ну, раз кричал, значит... За дело. Надо, забирай свою писанину. Не понял. Вы свободны. Клатонов. Да, подписал. А я не обязан встать. Стой! Слушай, друг. Что случилось? Да зарезу нужен мотоцикл. Это вам не игрушки-то, и с ребром. Ну, вот так нужен. Пожар! 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 Гори! Гори! Все в огне! Давай, скорей! Стой! 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 Погасло! Погасло! Я уверен, что если бы все у нас на стройке были бы такими орлами, как ваша бригада, то мы, пожалуй, уже завтра сдавали бы плотину. Да. Как ты думаешь, Маркин, а? Ну-ка, говори, говори, теперь за тобой слово. Да ну что? Давай, 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 давай. Ну так, значит, работаем мы ничего, но можно лучше, верно? Да, наверное. Можно. А вам, Александр Андреевич, спасибо за то, что вы пришли к нам на новоселье. Ну, я так думаю, хорошо бы, чтобы такие новоселья были два-три раза в день. А, правильно, и в бюджете экономия будет. Я не умею говорить тостом. И... Что, Сергеич, выручайте? Ну ты давай не прибедняйся, не прибедняйся. Ну конечно, сказал, лучше не придумайся. Мы послушали, как говорит бригадир, когда с работы не ладится. Это ж поэзия. Ну а что говорит, когда все нормально? Ну ладно, я скажу коротко. Радуюсь, глядя на вашу дружную, неразлучную бригаду, и поздравляю вас с возвращением хозяйки в дом. О, и пусть у нее никогда не будет поводов хотя бы на короткое время покидать дом. Правда? Правда. Ваше здоровье. А я в утром. Варвара, бедя. Да, это правильно. Вот так вот, Варвара Сергеевна, иногда полезно поучиться и у жен декабристов. Ну что, споем что ли, а? Товарищ Маркин. Это же произвол. Получайте орден на семью, объезжайте все бригады. На каком острове? Пес, Сергей. Я прошу, давайте разберемся. А тут уже разобрались. Раздевайся, давай выйдем. Я на работе не принимаю. Слушай, ты бы сел, а. Ладно. Садитесь, садитесь. Александр Андреевич, пирога. Дорогому гостю лучше кусочек. Что это вы ничего не едите? Да спасибо, я уже поел. И вам, товарищ Матвейчик. Матвейчук. Варя, а нам? Нам, нас, Федор Сергеевичем, чего ж не угощаешь? Вас. Нет, нет. Разве только шампанское? А ты пей, что дают. А ты пей, что дают.